приветствую всех увлекающихся сегодня речь пойдет о таком замечательном растении ли она подобна это церапегия воду горшок небольшой литр полтора примерно подсажен досифилум минор очень мне не хватает времени на полив вот этой красоты листочки тусклые вялые не напитые мелкие это ошибки в уходе во-первых редкий полив она любит полив почаще потом сосед виде седума у него очень длинные корни он очень много пьет заполнил собой весь горшочек тем самым забирает и так недостающую влагу у церапегии у нее замечательные листики похоже на маленькие сердечки тут подсажена два вида варигатная и не варигатная вот эти длиннющие плети вот я показываю выросли примерно за два года из одного черенка купленного длиною 20 сантиметров сначала я не хотела снимать эту пересадку потому что растение очень длинная мне нужно далеко отходить от него чтобы показать какие здесь плети какие здесь длинные побеги будет видно весь мой рабочий низ низ моей теплицы без этого никак вида здесь не добиться потому что я здесь работаю каждый день что-то переставляю пересаживаю вытаскиваю поливаю передвигаю и убрать все до чиста до бела до идеала не представляется возможным это еще нужно все собрать выносить не захотела я но когда начала вот это всю красоту эту разбирать распутывать плети я решила что это будет все таки интересно и решила снять может быть у вас есть такая или вы планируете ее купить она действительно стоит того чтобы ее купить очень очень нежная красивая сначала ею распутаю потом вытащу из горшка покажу какой был грунт я считаю что скорее всего там не подходящий грунт с добавлением большого количества глины ей нужен грунт более рыхлый более влагоемкий вот она какая красавица я от нее просто без ума но но не хватает на нее времени покажу горшочек очень красивый который ей подходит и скорее всего буду отделять обычную зеленую форму вот в оригадной сейчас при распутывании плетей некоторые из них уже достигают длины примерно полтора метра у меня было это все вот в таком виде слегка приподнято но пришло время все распутать пересадить и показать вам такое чудесное растение быстро я разобрала ее побеги несмотря на то что ее листочки так расположена и работают как небольшие якоря друг за друга цепляются немного усложняла работу но я все-таки быстро их расплела подвесила вот такие они интересные церапегия размножается вот этими плетями своими после срезания образовываются новые побеги тем самым она становится пышнее сама также дает дополнительные побеги в принципе она растет хорошо единственное что я не поливаю все теперь можно ее вытаскивать из-за грунта освобождать от него и пересаживать церапегия размножается срезом веточки можно вот с такой вот картошечкой обрезать выше подсушить пару часов и вот этой вот небольшой картошечкой воду у меня уже на канале есть видео где я размножала церапегию в воде и даже без этой картошечки она легко дает корни от стволика и готова уже к пересадке а тут вот что сверху все сплошь заплетено седумом минорам он конечно очень хорошенький пахнет елочка быстро разрастается он тоже очень сильно обезвожен да надо было почаще поливать это я себе буду напоминать еще не один раз все я его уберу полностью него больше не будет в коржке и так момент истины вот так здесь все стоит много корешков довольно таки все рыхлые не скажу что здесь какой-то ком я представляла себе что здесь будет прям комок из корней и глины все очень хорошо вижу много кокоса наверное все таки дело в редком поливе больше и в седуме седум тут конечно все оккупировал все я сейчас разберу надо найти корни клубень церапегии чтобы посмотреть как все таки это растение растет под землей такими небольшими клубеньками милыми картошками церапегия растет в земле накапливает влагу но это не суккулент все-таки нужно относиться к этому немножко по-другому хоть растение родом из африки но любит больше влажности это не пустыня в африке не везде песок вот такие картошечки сейчас я их выберу и отделю от седума вот 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 как будто действительно накопала картошку вот такой корни клубень из него выходит веточка веточка ниже раздваивается и таким образом тут находится влага для растения запас на некоторое время ну поливать все-таки надо как я уже убедилась иначе листочки становятся маленькие сморщенные такие тусклые в прошлом году я ее лучше поливала она выглядела гораздо симпатичнее были крупные листья глянцевые хорошенькие такие прям пухленькие вот тут картошечки и так размножается картошка вот рядом картошка и вот уже нарастает еще одна есть несколько маленьких картошечек вот они какие все сейчас я заменю грунт добавлю более рыхлого уберу дренаж не хочу дренаж пусть лучше будет побольше грунта сейчас покажу горшок ну и хочу разделить в арегатную от обычной горшок в виде милой задумчивой девушки и из ее прически будут свисать плети церапегии ну сжалилась я на церапегии положила немножко керамзита на дно вот такой грунт я побольше добавила перлита циолита чтобы побольше впитывал себя воды и конечно же мои любимые угольки разных размеров посажу буду почаще поливать надеюсь ей в этом понравится ну и мне нужно не забывать про нее принципе грунт такой же только перлита побольше крупные кирпичики части пока буду сажать я вытащу у церапегии такие нежные картошки не хочется их травмировать такими острыми краями ну все буду сажать картошки побольше покрупнее я расположила немного глубже сейчас добавлю немного грунта вот корешки засыплю и чуть выше расположу картошки которые помельче потому что если уложить их все на один уровень то не хватит места не смогут они крупнее расти некуда будет им расширяться а если они будут немного на разном уровне то как раз и у нижних будет место куда подрасти и у верхних будет добавила немного постучу чтобы между корешков просыпалась и так я распределила второй ряд буду засыпать и все как бы все готово ну вот она готова очень длинные получились ветви лианы осталась одна картошка сейчас я посажу в маленький горшочек у нее зеленые листочки и также иногда от варигатных веточек может вырасти зеленая не варигат на ее нужно отрезать так вот я ее отрежу поставлю воду на укоренение и также еще хочу немного укоротить ветки вот эти когда полью через дня через три первый раз сегодня вы наверное опрыскаю и дня через три полью а потом еще полью дня через три посмотрю как они будут отпеваться и укорочу поставлю воду выращу еще дополнительные побеги чтобы у девушки было немножечко побольше на голове прически пишите как вам нравится церапегия есть у вас замечали ли вы что ей нужно побольше влаги и грунт пожирней какие наблюдения как вы с ней обращаетесь обрезаете заплетаете свисает вот а пока пока